За прилавками дети и их родители. В качестве товара поделки, игрушки и книги. Старые, новые, которые по каким-то причинам не прижились в доме. Ребята зазывают покупателей и бойко ведут торг. Писеры, вот это из арклописки, я сама делаю. Например, пенечки, коллекции, все, что вы делаете со своими руками. У нас еще лимонад есть домашнего приготовления. Бонусом к стаканчику лимонада идет печенье детское. Идея провести в горках Ленинских такую поистине детскую ярмарку принадлежит руководителю кружков по декоративно-прикладному искусству досугового центра юность Вероники Цыплаковой. Детям важно не сама, как новизна, не в том плане, что куплена только что с прилавка, в упаковке эта игрушка, а просто вот они свои старые отдают, которые они уже не играют и приобретают для себя что-то новое, какие-то другие игрушки. Организовать детскую ярмарку помогли активисты молодой гвардии. Расставили во дворе одного из домов столы, привезли музыкальную аппаратуру и пригласили всех жителей. Дети сами могут поучаствовать, продать свои игрушки. Конечно, тут очень важно, чтобы они свои продажи согласовали с родителями, попробовать на себе новую профессию и, возможно, определиться с будущим. Мы не думали, что это так зайдет, что тут уже идут поставки просто игрушек. Они договариваются с родителями, даже доплачивают родителям некоторые. В мероприятии приняли участие более 15 юных бизнесменов. Ярмарка понравилась не только ребятам, но и их родителям. Думаю, у всех дома накапливаются ненужные игрушки. Мы всегда ищем, кому пристроить, часто дарим или какие-то нужные руки отдаем. Сегодня они зарабатывают и тут же тратят, поэтому в любом случае что-то себе приобретут интересненькое, новенькое. Такая реально уникальная возможность развить таланты детей, предпринимательства, продавца вообще попробовать себя в качестве продавца первый раз в жизни. Поэтому, если честно, хотелось бы почаще. Хотя бы раз в месяц подобные ярмарки, мне кажется, было бы просто здорово. И участники, и организаторы уверены, такие ярмарки стоит проводить почаще. И не только в Горках, но и по всему Ленинскому городскому округу. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.